Добрый вечер! Сегодня у нас для нашей библиотеки, которая называется Российской государственной библиотекой искусств, необычный день. Дело в том, что в библиотеке сегодня с утра до вечера проходит акция День театра обеда. Дело в том, что для нас эта тема очень близка, и многие, может быть, из вас помнят, что много лет библиотека носила имя театральной библиотеки, и вы вспомнили ее, называют театралка. Правда, иногда путают с театральной библиотекой СТД. Но сегодня у нас, почему он необычный день, потому что мы впервые его проводим, и он проходит в рамках дня специалиста. И вот сегодня с утра у нас были информационные практики, лекции известных театроведов, экскурсии по библиотекам и экспозициям. Сегодня он уже подходит к концу, может быть, кто-то уже был раньше, сейчас пришел именно на круглый стол, потому что именно вот этот День театра обеда совершает круглый стол, который называется Театра истории. Инициатором, я сразу скажу, этого круглого стола явилась известная издательство «Местра истории», именно директор издательства Сергей Франевич Эрлих. Вот он здесь присутствует. И ему, конечно, очень понравилась эта идея, мы увидели, кто выступает, приглашенные, книги, журналы, которые вы все можете взять. И чтобы, конечно, не терять время, я представлю модератора нашей дискуссии, потому что круглый стол, он все равно предполагает дискуссию. Это Фрункин, Константин Григорьевич, кандидат культурологии, которые, у меня сказали, уже две книги в театре, большой специалист. И действительно благодаря вашей библиотеке, я их написал. Вот, слушайте, вы потом нам в книжечке, нам уже подарили, в автографе, все, ну, все, слово я передаю. Спасибо. Я хотел начать наш круглый стол с рассказом о небольшой сетевой дискуссии, которую я ввел недавно с петербургским писателем Андреем Стеллеровым, который недавно написал книгу про русский национальный характер. И среди доказательств своего мнения о русском национальном характере, оно у него довольно традиционное, такое же, как было сто лет назад, он написал, что в России нет, в отличие от Запада, нет экономической и правовой художественной литературы, если можно сказать так. Нет художественной литературы, которая была бы очень подробно сфокусирована на каких-то финансовых, экономических или юридических вопросах. И лучший здесь контраст может служить роман Эмили Заля «Деньги», который, если вы прочтете, вы поймете, что вам не нужен учебник биржевого дела, вы все из этого романа прекрасно поймете, как устроена биржа, какие там бывают махинации и так далее. С одной стороны, он прав в том смысле, если под русской литературой понимать небольшой канон классических романов русской классики, причем только первого ряда и только романов. Вот если взять вот этот вот известный ряд, там, «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Война и мира» Анна Каренина, ну, там, «Отцы и дети» и так далее, то вроде бы, да, действительно, ничего подобного денег Заля в русской литературе нет. Хотя, надо сказать, и во французской этого не так много. А если отойти в 19 веке от Франции, а в 20 веке от Америки, то и в западной этой литературе не так много. Каждая страна, с каждой нацией привлекается своими вопросами. Но, если отойти, во-первых, от жанров романов, во-вторых, от литературы первого ряда, то мы увидим совсем другую картину. В русской литературе есть очень много произведений второго ряда, очень много произведений, которые очень подробно рассказывают об судебных и деловых вопросах в его времени, особенно, конечно, к концу 19 века, к эпохе Александра III, когда, собственно, началась индустриализация, начались появляться банки, биржи и так далее. Раньше этого не было, об этом не писали. Мы писали о помещичном хозяйстве, о судебных процессах, о коррупции, о грузчиновничестве и так далее. И, скажем, у них есть деньги, у нас есть роман «Цари биржи» Немирович и Данчика. Ну, писатель не самый известный, но роман был. А если взять, скажем, произведение «Манин и Семерика о золотопромышленниках» или «Дело Артамонова-Дворькова». Это я говорю о прозе. Если же мы от прозы переходим к драматурге, и, собственно, я говорю к теме, возвращаясь к нашему круглого стола, я утверждаю, что русская драматургия на редкость деловита. Просто на фоне европейской драматургии она обладает чрезвычайной драматургией. Возьмем самое наше фундаторское классическое произведение «Ревизор». Сколько там раз вообще упоминаются денежные суммы? Как подробно мы узнаем структуру городского управления? Механизмы коррупции, механизмы подрядов и так далее. Ничего подобного. Надо сказать, что вообще комедия, она более интересуется денежными вопросами, как драматургия. Такой общий европейский закон. В комедии денег всегда больше, чем в трагедии, но даже для комедии ничего подобного «Ревизора» в эту эпоху нет. Если мы возьмем Островского, он весь о денежных долгах. В принципе, это драматургия. Вот эту эпоху позже Илонеско называл драматургией «Адюльтера». Имея в виду, прежде всего, конечно, французскую. Да, французская драматургия 19 века – это драматургия «Адюльтера». Ничего страшнее, ужаснее, интереснее «Адюльтера» нет. Люди занимаются во французских весах этого времени тем, что они изменяют, значит, изменяют, потом не знают, как скрыть следы, как, значит, восстановить свое имя. В общем, не совсем понятно. Русская литература – это драматургия, драматургия долгов. Если мы возьмем, скажем, «Банкрот», так называемый, ну, свои люди сочнемся. Первоначальное название пьесы «Банкрот» – это пьеса о банкротстве, о поддельном банкротстве, об уголовном преследовании за поддельное банкротство. Это пьеса… Такой деловидости европейский театр не знал. В это время французский театр занимается «Адюльтером», а немецкий театр занимается романтичными молодыми людьми, которых, значит, грубая жизнь губит. В основном, как там Тарбата Тасо. Возьмем «Вишневый сад». Да, это пьеса экзистенциальная, пьеса лирическая, как писали в старой литературной энциклопеде, пьеса импрессионистская. Но мы же чувствуем, как за окном идет индустриализация. Сколько? О чем речь? О том, что имение в долгах, имение продает банк. Но банк и спаситель, потому что Гаев, да, Гаев теряет имение, но он может работать в банке. Мы знаем, что там прокладывают железную дорогу, и Гаев говорит, как удобно, теперь можно поехать пообедать в соседний город. Мы знаем, что у соседа Семенова Пищика идут какие-то геологеры, веточные работы, находят белую глину в имении, теперь он может расплатиться со своими ногами. Мы видим, как проекты Лопатина, как надо переустроить имение, почему там, и так далее. Вишневый сад весь на фоне, если угодно, индустриализации. А если мы отойдем, опять же, от драматургии первого ряда, к драматургии второго ряда, скажем, к пьесам Писенского, или Сумбатов Южина, то там это еще сильнее. И вот, скажем, Гаев может работать в банке, но он потерял имение. А у Сумбатова Южина есть такая пьеса «Джентльмен» про купцов-миллионеров, там довольно много, очень подробно можно узнать, про их быт. И там есть один персонаж, который говорит, я не ищите, и ему говорят, да, конечно, вы проиграли в карты свое имение, но вы в банке получаете пять тысяч, у вас нет карты для нас, как ищут. Это все соответствует эпохе. И что интересно, как известно, Чехов произвел огромное впечатление на англо-саксонскую драматургию, он, можно сказать, фундатор американской драматургии 20-го ряда, там, драматургии, Юджина Нилла, Тенниси Уильямса, Гибсона. Но вот этот мотив там все-таки не подхвачен, хотя, казалось бы, американская литература там с бизнесом на «ты», достаточно на Синклер назвать, но пьесы, там, Тенниси Уильямса, они не про это. Чего, скажем, нельзя сказать о чеховских произведениях Бернарда Шоу, например, «Дом, где разбивается все сердца», это очень деловая пьеса. Про бизнес, про политику Бернарда Шоу, это, так сказать, карматург, публицист. Но, заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что нет, говоря, что театры, тема нашего круглого стола – это театр и история, нет никакого сомнения, что театр связан с социальной реальностью, но вопрос, как, каким образом, и через какие каналы у нас тут только тесно. Я надеюсь, мы очень интересно поговорим сегодня об этом. Но наш круглый стол – это не только дискуссия, но, поскольку его организовало издательство «Несторая история», есть еще презентация книг, книга господина Андесского «Месяц с вами созерцания», это о русской травме 17-го, начиная с 17-го века, я так глубоко не заглядывал. Моя книга о Грибоедово-Дайдмана, о сквозных мотивах русской группы. И для презентации этой книг я предлагаю доктору филологических наук, доцент литературного института, Никиту Валерьевичу Владимировну. Спасибо. Так, ну, я сразу оговорюсь, что я выступаю как, скажем так, рядовой, совершенно дебангатурный, совершенно такой, я бы сказал, с улицы читатель, потому что я ничего не понимаю в дебтеатре, в драматургии, а если я и понимаю, то драматургия, скажем так, зарубежной, начиная где-то с эпохи классицизма, когда, как, например, господин Одесский копает гораздо глубже, он занимается преимущественно доклассицизской драматургией, в которой я точно ничего не смыслил. Вот, поэтому, то, что я могу сказать, это, скажем так, заметки вот именно такого читателя-профана, ну, которые как-то, по ходу дела, появились. Вот, но, помимо этого, вот я читатель-профан, заодно еще и автор издательства «Дне старой истории» так получилось. Вот, вышел у меня в издательстве «Дне старой истории» просто художественный роман, вот, и, честно говоря, читая книги Одесского и Фромкина, да, я только вспомнил, что у меня в романе есть небольшой совсем фрагмент, который, мне кажется, тематически очень пересекается с тем, о чем сейчас в книге Фромкина говорится, и, если подборите, я потом этот фрагмент немножко зачту и прокомментирую, в частности, ну, вот, в контексте, опять же, того, что прочитал у Фромкина. Значит, теперь по поводу непосредственно прочитанных книг, конечно, было безумно интересно читать, сначала про отсутствующего Одесского. Очень, конечно, интересный материал, потрясающий, потрясающий, так сказать, потрясающая фактура, да, которая, скажем так, не, там, людям, проведу и так далее, совершенно неизвестна. Ведь многие литературоведы, там, начиная с Михаила Ипштейна, просто начинают историю русской литературы с Кантемира. До Кантемира все, что было, это вообще не литература, это, там, смешные жанры, потому что протокоп Ава, Авакумы и ему подобные, конечно, то, что они писали, это все-таки не художественная литература. Так вот, Одесский копает гораздо глубже. Оказывается, как минимум, драматургия до классицизма, до Сумарокова, до Фан-Визена, оказывается, в русском театре Балла, драматургия очень интересная. Именно на базе этой драматургии он выстраивает свою концепцию мемесеса самоучастия, театра самоучастия и так далее. Ну, грубо говоря, разделяя вот театр самоучастия и театр созерцания, как я понял, он, в принципе, разделяет, скажем так, театр, отделенный от зрительного зала незримой стеной и театр этой стены лишенный. Отсюда и понятие соучастия. То есть, зрители включены в действие. Другое дело, что зрителей этих, как правило, очень мало, а часто это зрители вообще всего один. Монарх. И ради монарха, собственно говоря, все действие разыгрывается. Но, с другой стороны, трансформируясь в ходе столетий, этот театр приобретает черты, схожие, скажем так, с еще античными, можно сказать, мистериями. Получается такой своеобразный мистериальный театр. И здесь, вот у меня, как, опять же, абсолютно не профессионал, не специалистов, возник такой вопрос. Вот интересно. Ведь сейчас, по сути, ну, если, допустим, брать театральную Москву, опять же, в театре я бываю очень редко, и даже могу сказать, почему редко. Дело в том, что я все-таки литератор. И для меня в театре самое главное это драматургия, самое главное это текстовый материал. А театр, который я вижу, это театр режиссерский. Режиссер свое «я» выпячивает. Режиссер, сценограф, этот самый, там, художник по костюмам, композитор, там, не знаю, этот самый танцмейстер, кто угодно. От драматуры практически ничего не остается. То есть, если мы, допустим, хотим ребенка повезти на какую-нибудь пьесу и школьную программу, возможно, говоря о туманах, некуда его повезти. Или на грозу. Валутя. Ну, разве что, да. То есть, почти, почти не буду повезти, потому что, действительно, мы видим само выражение режиссера, а не первичный, так сказать, скрипт-раматург. Вот. И в этом отношении, как мне показалось, вот этот самый театр соучастия, который предполагает не, так сказать, следование драматическому первоисточнику, а, если угодно, вот, хорошее немецкое слово, непереводимое ни на какой язык. Кезант кунствя, да, то есть, то, если угодно, совокупное произведение искусства, предполагающее сочетание и драматургии, и музыки, и сценографии, и работы мастера декораций, всего на свете, да, вот все это вместе дает определенный эффект, который дает современный, театр. Я жду от театра все-таки именно текста, текста, задуманного драматургом. Вот. А запроса общества на текст нету. Это чувствуют, наверное, театральные люди, и поэтому режиссер чувствует себя, как рыба в лаге, и, так сказать, самовыражается, он король, он себя подает. Вот, как мне показалось, действительно, если угодно, я не знаю, насколько разрушена четвертая стена, но в театре, но, по крайней мере, то, что режиссер всячески старается, да, ну, в известном смысле, так сказать, не просто, так сказать, зрителю нечто показать, но зрителю нечто вовлечь, и зрителя развлечь, это бесспорно, и в этом отношении, как мне кажется, так сказать, ну, господин Одесский какой-то, да, все важное, как мне показалось, нащупывает. Теперь по поводу книги Фрунгена. Значит, ну, само название, вот, сквозные мотивы русской драматургии предполагает, конечно, очень тонкий филологический анализ. И здесь мы имеем дело действительно с очень кропотливой, качественной филологической работой, которая, в принципе, в общем, заключается, прежде всего, так сказать, установление, так сказать, взаимовлияний, так сказать, параллелизма схем и так далее, вычленение действительно каких-то, так сказать, общих паттернов и так далее. В этом плане все очень хорошо. Но, если вот за этими сквозными мотивами, которые легко можно проследить, ну, просто по оглавлению, да, по оглавлению книги Кромкина, если за этими мотивами постараться увидеть нечто большее, то есть, то мотивы, в конце концов, да, это же, по сути, это чисто технический, так сказать, момент, это просто элементы сюжетики, да, так сказать, о чем? Пьеса? Ради чего пьеса, так сказать, да, каков месседж, кого послали, собственно, это пьеса. Так вот, я, значит, не могу сказать, что много думал, потому что в последнее время очень много было из этих дел, но показалось, что мне показалось, все-таки объединяет многие сквозные мотивы русские дарматургии дат некое, ну, если угодно, такое сверхпослание. Дело в том, что если, я бы назвал это так, есть определенный у русского человека, как мне показалось, дефицит даргитимации, который находит отражение вот в русской дарматургии. С чего начинает Фронт? Он начинает с ревизора Губрия и сразу выделяет что в ревизоре Гоголя значит чиновники, жители уездного города хотят от Христакова материальных благ, а есть вот такой персонаж Бобчинский, который ничего, никаких материальных благ от него не хочет, поскольку ничего не хочет, кроме одного. Христаков хочет, Христаков должен засвидетельствовать при дворе, что в городе таком-то живет вот такой Петр Иванович Попчинский. И если угодно, вот от этого может быть и надо танцевать, потому что не зря Константин начинает этим свою книгу. Откуда это желание у Попчинского? Вот наверное этот самый дефицит легитимации. Ведь по сути дела мы знаем, русская литература это литература о лишних людях. Прежде всего конечно проза, Евгения Негина роман стиха, но и на другую это тоже распространяется, как это из книги Фрункина видно, все эти персонажи типа Иванова, весь Чехов, чуть ли не весь Горький, его доработали и все страдающие, метущиеся, неприкаянные, никому не нужные абсолютно люди у них у всех. Дефицит если угодно, оправдание, какого рожда вы вообще друзья на земле живете? Они сами себя спрашивают, а что это я вообще на земле живу? Почему? Зачем? И вот если угодно, вот это и есть неплохо, если угодно, какая-то сверхтема русской травматургии. И вот что еще очень интересно подмечено Константин, очень важна тема отсутствующего главного героя, что оказывается во многих пьесах русской травматургии главный герой физически на сцене не появляется, о нем все говорят. Говорят, что есть такой замечательный человек, небывалых качеств, а он на сцене так и не появляется. Он у всех хвостах, он присутствует незримо как бы в каждом повороте сюжета, но он так и не выходит на сцену. То есть человек, так сказать, легитимация, которого не подвергается сомнению, воплоти, так сказать, на сцене не появляется. Так что я, наверное, долго говорю и надо закругляться. Поэтому я позволю себе действительно напоследок сказать, что понимаете, тут момент такой. Действительно, вот культура, скажем так, ушедшая России, России до 2017 года, действительно, это, к сожалению, культура, пораженная неким вирусом вот этого дефицита, дефицита уверенности в праве на существование. Если позволите, вот я зачту небольшой кусочек из своего романа, написанного там, писался 25 лет, с 88 по 2012 год. Чтобы вы поняли кусочек, я просто должен объяснить, там действия происходят в стране, которая называется страна сволочей, вот, а главный герой, он русист, вот, то есть он профессионально всю жизнь занимается русской культурой. Вот, страна объята гражданской войной, загибается, гибнет и так далее, но вот среди этой страны есть вот такой вот значковый остров, вот, где даже телевизор еще работает, вот, простите, я вот сейчас просто зачитаю, и на самом деле то, что я сейчас зачитаю, это мое личное переживание, которое я, честно говоря, лично испытал в 13 лет, когда однажды включил советское телевизор. Как-то раз Конрад зашел в телепомнату. Анна уже приобретала к экрану и, затоив дыхание, следила за коллизиями передачи и венрарным, как выразился бы Стефан, жанры телеспектакля. Конрад тоже приделся. По сцене Ападемического театра Коляна переклоненно явозил зрелый бородач в буром пыльнике и горе сломил о собственном ничтожестве. При этом он судорожно цеплялся за длинный подол тоненькой-тоненькой барышей с охранными устами и милосердно сострадательными очами. Задник изображал яблочный вишневый сад, похожий на сад Анны Гриф в бывшей времене года. Что это, удивился Конрад? Макс горький дачники, быстро ответила Анна. И Конрад все понял. Он спорил, что, как бы позорный бездачник, был воспитан на великой русской литературе. А потом эту же литературу еще глубже и потому не считал зазорным приорвнуться с тянаниями о собственной сущности первой же попавшейся юбки. Правда, под юбкой почти всегда скрывалось что угодно, только не Тургеневская и Макс горьковская барышня. Потому что даже русалки русофилки в то же время были в первую очередь с волочами и студенты русисты в первую голову с волочами. И только он один годами пестовал свою сопливо-слюнявую склизкую дольку. Но противоположные чаши лесов только кисейно-кисейное мечтательство. При этом он патологически был не способен на сильную страсть, не считая животный страх. И чуть что приклонял коллегу. То, что он видел сейчас на телеэкране было экземплярно, эталонно, эмплиматично. Но он, конечно, знал это и прежде. Он символизировал и реальность утворял. Так было легче. Вот если угодно, то есть мне кажется, что вот этот ялозящий пасцельный бородач, который хватается за женский подолг, это не просто какой-то вот там, я не помню даже как зовут этого персонажа, я даже, вы знаете, не уверен, что это были дачники. Это была какая-то пьеса русского классического репертуара в постановке какого-то академического театра, показанная по советскому телевидению. Повторение было даже лет 13, может, 14, 78, 79 год. Так вот, самое главное, что этот бородач не просто, там полоса, а еще и символизирует и олицетворит. Спасибо. Спасибо. вам большое. Спасибо. Итак, театр и история, театр связан с исторической и социальной реальностью, но как, через что и через какими каналами. Вот одна из каналов связи между реальностью и театром это детали. Об исторической детали в театре нам расскажет доктор филологических народу, доцент литературного института Лидия Николаевна Дмитриевская. Спасибо. Я же, что-то так как у нас еще и презентация книги, то позвольте, я тоже скажу, поскольку с книгами Константинови Григорьевича знакомы, и первую книгу сюжет драматургии нашла, я даже помню этот день, когда мне хотелось что-то такое интересное, особенно найти под ранее театру, и я перерывала полки в книжном Москва на Новом Арбате, и уже разочарованная собралась уходить, а вдруг совершенно в другом разделе, не связанной с театром, мне накрыла вот эта толстая книга и в черном фоне с синими буквами сюжет драматургии. И я продала эту книгу, а потом рассказывала о ней студентам, и они тоже интересовались, так что спасибо большое и за подарки мне вторую книгу, и за приглашение. Кто еще не знаком, я действительно рекомендую, книги очень хорошие, и это как бы сказать, очень авторитетный, весомый, и в чем-то новый взгляд на драматургию. Так, ну а теперь позвольте я к своему докладу, у меня тоже на него было времени совсем немного, для того, чтобы его обдумать во всех деталях, наверное, может быть, еще бы времени немножко понадобилось, но представлю, то, что есть, значит, историческая деталь в драме. И речь, соответственно, пойдет, конечно, о художественной детали, которая апеллирует к истории и расширяет таким образом временные границы в драме и быстрее какую-то большую историческую перспективу, чем дают временные границы драматического произведения. И, соответственно, функции вот такой исторической детали. Удялося посмотреть не так много, но все они были достаточно интересны, и надо сказать, что историческая деталь не обязательно сама апеллирует к истории, к историческому имени, например, к событиям. Это может быть художественная деталь, которая совершенно неожиданно открывает эту историческую перспективу. И одна из таких функций, которая вдруг всплыла, это, конечно, ироническое соотношение прошлого и настоящего. Напомню только три примера, их, конечно, надо пособирать больше. Ну, допустим, школа злословия Шереда, помните, там действия и четвертая в доме Чарльза Сеферса он начинает продавать картины для своих предков своему неузнанному дяде. И представляете вот эта сцена, заполоменная портретами предков. Конечно же, в данном случае эта деталь собственно может быть и не историческая, но она выстраивает историю рода, историю страны, которую цинично продают в данный момент. И вот эта ирония и цинизм, с которым делает главный герой, конечно, автором осмысляется как философский, так скажем. Дальше. Какой еще пример мне интересен попался в этом плане иронического соотношения? Тургенев. Вечер в Сарате. Вечер знакная пьеса, две женщины, мужчины влюбленных. Казалось бы, что не предвещает каких-то исторических рамки этого вечера, но одна из героинь, Мария Петровна, читает Иоанну Таркшиллера, Атлянскую деву Шиллера. И вот эти две русские женщины, которые мотают уже не один год по Европе мужчин, и это женщина, которая ведет за собой мужчин, спасая свою страну. Конечно, мне кажется, здесь тоже такая ироническая параллель. Тургенева обостряется. У Горького на дне, когда Сатин, обращаясь к актеру, идем с Артанопал, пошли на Магудоносор. И вот этот Сатин и актер становятся ассирийскими и бавилонскими царями. Тоже такая ироническое, конечно же, соотношение. Ну, на этом уровне оставим, и надо сказать, что, конечно, роль исторической детали гораздо глубже, и скрытая историческая параллель часто встречается в совершенно неожиданных произведениях, которые мы даже, наверное, никогда и, вернее, многие никогда не пытались посмотреть на произведение и увидеть историческую параллель Гроза Островского. Кульминационное действие храм, разрушенный храм, где первое небольшое действие, явление четвертого действия, это два горожанина смотрят на стену этого разрушенного храма, и что они там видят. Можно я вам вкратце напомню, потому что нам будет очень важно посмотреть сейчас на храм их глазами. Значит, первое горожание. А ведь тут, братец, ты мой, когда-нибудь, значит, расписано было и теперь еще местами означает. Чуть-чуть пропускаем. Что бы это такое, братец, ты мой, тут нарисовано было? Довольно затруднительно это понимать. Это гиена огненная. Немного про гиена огненная, сейчас нам эта деталь не очень важна. Следующая. А это, братец, ты мой, что такое? А это литовское разорение, битва. Видишь, как наши с Литвой убились. А что же такое Литва? Ну, так Литва, она Литва и есть. А говорят, она на нас с неба свалилась. И дальше немного про Литву. Сейчас остановимся именно на этой исторической детали, кульминация, грозы, мы все, образ грозы, да, вот такой апокалиптический, а тут образ храма, образ гиены огненной, какая-то Литва, которая на нас с неба свалилась. И, в принципе, если поразмыслили над этим разрушенным храмом, который представляет, почему внутри, да, фрески с какой-то битвой, с Литвой, как решили горожане, и если они не ошиблись, то естественный вывод, что храм был посвящен Александру Невскому, да, чьи подвиги как раз на Чудском озере против Ливонского ордена, пришедшего из истории, из Литвы, как раз может быть. Батаникой сцены могли быть в храме Тихенской Богоматери и в храме Богоматери Знамени. Остается предполагать, на Островске никаких других деталей нам не дает. Но тут еще интересно, я просто отдельно занималась именно этим материалом и в следующем месяце в литературе в школьниках, как раз для школьников, кто изучает к разу, выйдет большая статья. Но касаемо этой детали, что тут интересно? Мне довелось посмотреть монтировки драмы «Гроза» и в этой монтировке к первой постановке «Грозы» на сцене Малого театра очень подробно описывается с опорой на текст «Грозы», в том числе и можно прочитать. Заметно, что стены этого здания были когда-то расписаны. И теперь еще местами не очень заметно видны изображения. Первое «Огненные гиены», «Ада», куда идут всякого звания люди. Второе «Битвы русских с литовцами» и еще несколько других изображений, тоже почти исчезнувших от времени. То есть это монтировка, которая показывает и которая утверждена, разрешена собственно говоря к постановке на сцене. То есть соответственно первая постановка и первая декорация по-видимому содержали вот эту вот битву. Но так как не сохранилось от первой постановки ни эскизов, ни фотографий, именно декорации сцены, то судить казалось бы сложно. Хотя есть одна зацепка, за которую это уже пошло. Дело в том, что в 1911 году на сцене Малого театра была предпринята реконструкция этого театра и художник Николай ой, режиссер Николай Михайлович Подарин именно дал установку делать реконструкцию спектакля, а не новый вариант. Он приглашает четырех художников, раздает каждому свои действия, сцены, явления и четвертое действие сцену реконструирует гейкблю. Борис Осипович, гейкблю. К сожалению, я могу показать, но мне кажется, что это будет невозможно увидеть. Что он рисует? Придется просто описать. Я переснимала его эскизы в Малом театре, если кому-то интересно, я их захватила и могу показать. Значит, он представляет Южину эскиз арок, над арками, на боковой стене что-то такое намазанное, которое можно воспринять за гиену огненную, но она не просматривается на эскизе. Зато над арками наверху идет конное сражение. Две конные армии наскакивают друг на друга. А внизу под этим эскизом Южин делает свою поправку. Убрать все это написанное и усилить лубочное. Потом есть фотография четвертой сцены грозы в Малом театре вот этой реконструкции. Что мы видим? Те же самые арки, а над арками усилено лубочное изображение. Там даются стены города или стены монастыря, под которым стреляют пушки, выстроены две конные армии, палатки такие типа бегланы, палатки и огромные на всю сцену, где-то наверное на половину сцены от потолка до середины до низа арок, это огромное батальное сражение. И именно под ним Катерина признается в своем грехе и взывает простите меня виновна перед Господом перед вами матушка перед Тихон под вот этим батальным сражением. И если задуматься почему Островский вводит эту деталь в текст, зачем это ему? Ну 50-е годы, конечно Крымская война и это актуально, но у меня еще возникло подозрение в связи с чем. Дело в том, что от окончания пьесы гроза, когда Остовский поставил свою последнюю точку в этой пьесе, до ее премьеры уже на сцене перед публикой прошел один месяц и одна неделя. То есть, представляете, только закончил, точку поставил, и уже малый театр, а след за ним сразу, через несколько дней, Лекс и Александринка выдают этот спектакль на публику. Соответственно, времени для того, чтобы подготовить отдельные самостоятельные декорации, ну, явно было очень мало. А так как мы знаем, что Островский работал в малом театре, и, вероятно, очень хорошо знал реквизит, да, то, зная реквизит, который в театре имелся, он мог сознательно ввести эту деталь. И тут мне стало интересно, я посмотрела, какие военные театра, спектакли в 50-е годы шли до грозы. И там шли, значит, в первой половине 50-х годов пьеса Константина Аксакова «Освобождение Москвы» в 1612 году, пьеса Зотова «Карл XII под Полтавой», пьеса Славина «Блокада крепости Костромы» или «Русские» в 1608 году с таким уточнением жанра «Драматические сцены с пением, танцами, взрывом и разрушением крепости». По сути дела, все то, что представлено вот на этих лубочных декорациях. В 59-м году, по-видимому, эти уже устаревшие, потрепанные декорации были как ненужный реквизит в театре. Островский о нем знал, и знал, что можно их представить в виде фрески, и вводит эту деталь в пьесу. Другое дело, что когда эта деталь уже вошла в пьесу, она ведь начинает работать по законам художественного театра. они использовали старые декорации. Похоже, это моя гипотеза, я не могу утверждать. То есть, когда мы видим уже в тексте пьесы деталь вот эту историческую, то мы должны понимать, что, ну, откуда она пришла туда, это уже дело второе, это такое, да, наше розыске. А как художественная деталь в тексте, конечно, она город, в рамке города Калинова расширяет и временные, да, и вводит отчасти еще и такую нравственную, что ли, дидактическую нотку, позволяя подумать о том, что то, что творится в этом городе, который предсто защищает свою кровь, да, стыдно, вот эта тирания, невежество, да, ну, и все то, что происходит в этом городе, то есть получается вот этот город Калинов и то, что происходит с Катериной, и вот это самодурство, и невежество, и все это под батальными сценами, да, достанут на всю сцену, как-то вот может быть вот сопоставление того, что не ради этого предки защищали. Опять-таки, это гипотеза, да, то есть надо подумать, почему, как еще может работать эта деталь историческая в пьесе, но она там есть, и вот такие вот разыскания показывают, что Островский мог, что первая постановка «Грозы» как раз упор делала не на гиену огненную, да, хотя в тексте Катерина восклицает именно гиену огненную, и после этого в ужасе, да, признается в своем грехе, а сцена говорит совсем другом, она представляет батареи как раз сцена. Вот, ну, я думаю, что Островского оставим, и еще одну деталь историческую очень интересную, и вот по совпадению как раз на выставке будет представлен одно из изображений, которое, которое, ну, я сейчас обращусь, это Булгаков «Дни Турбиных». Три портрета, значит, во втором действии висит в кабинете Гетмана портрет Вильгельма Второго, последнего германского императора, да, а в третьем действии в Александровской гимназии, да, там висит над гигантской лестницей портрет Александра Второго. Если учесть, что в Анхате поставлены эти его спектакли в 26-м году, то перед Советской публикой два огромных императорских портрета, ну, может быть, выглядели даже несколько вызывающе, создавая свой такой, как бы, внутренний конфликт. И, почему, и, конечно же, эти портреты в двух действиях, они рифмуются друг с другом, Вильгельм и Александр Первый, возможно, Булгаков видел в них виновников, виновников и падения Российской империи, Вильгельм второй виновник и падения своей империи, он последний император в своем роду, в своей империи, да, вот, интересно, что Алексей Турбин признается именно под портретом Александра Первого, распускает дивизион, признается в предательстве генерального штаба, он погибает под этим портретом, да, ну, если, я опять-таки могу показать реконструкцию сцены, но ее можно как раз найти в интернете, в отличие других моих картиночек, а вот портрет Вильгельма можно увидеть здесь на выставке, и причем мы видим, что он на сцене даже усилили эту деталь, поскольку представлено два портрета, один действительно Вильгельма, а другой надо внимательнее присмотреться, я, честно говоря, не очень поняла, кто там, ну, то есть я это изображение знаю, тоже собиралась его показать, возможно, это такой портрет самого Гетмана, может быть, какого-то из его предшественников, вот, и так мы видим, еще раз повторяю, у меня на вот этот доклад было совсем мало времени, чтобы поднять еще больше материала, но даже эти небольшие факты показывают, насколько важна историческая деталь в драматургии, и как только с помощью нее, да, можно действительно углубить, ну, или параллельно провести дополнительные смыслы, выстроить новые, незримые, невозможные, в прямую, которые не могут прямую прозвучать, да, конфликты, и мне кажется, что драматургия 21 века, которая стремится как раз к динамичности, метафоричности, к такому углублению, да, исторически, вообще детали художественные, детали, должна стать особо знаковой, главное, чтобы появился зритель, который сможет ее сочетать, ну, вот на этом мы радуемся. Вы знаете, когда я услышал про вот то, что персонажи на дне называют друг друга на ухо, Доносор и Сантинопал, я вспомнил одно странное воспоминание из детства, был такой фильм-сказка для детей, назывался «Самый сильный», там, главный герой, совершенно, там, бездельник и ничемный человек, поет о себе, что он сикамбрический, что он не, что он сикамбрический, вот это слово сикамбрический повторяет все время, его там, героиня спрашивает, что это слово значит, что он вообще от ничего сам придумал, песня написана Юлием Кимом, так вот, нет, это слово кое-что значит, сикамбры это древнегерландское племя, которое бы, конечно, в этом, как бы, самого по себе не появилось, но персонаж на дне его повторяет, Сантин, его повторяет как некий остаток своего образования, которое уже стерлась и ничего не значит, но Юлий Ким был школьным учителем, и вот, через на дне, вот он решил это слово вот так, сделать как силу бессмысленности в своей уже детской песне. Вот, мы переходим к началу 20 века, к драматургии Леонида Андреева, о нем нам назвать что-то кандидат теологических наук Екатерина Ивановна Пузаткина. Сразу прошу прощения, что у меня несколько, наверное, сумбурный был доклад, потому что не только из-за того, что времени было немного, а из-за того, что книга Константина Георгиевича мне столько вызвала мысли в меня и столько сразу желаний перечитать что-то, что-то пересмотреть, что-то проверить, открыть какие-то свои старые записи, исследования, и я погрузилась в такую работу и столько всего интересного выяснила попутно, что долго не могла понять, с чего же мне начать и как вообще структурировать свой доклад. Ну, начну с того, что... начну со своих, наверное, впечатлений о книге. Мне очень понравилось, что... Ну, во-первых, читать было очень интересно, и мне очень понравилось, что обширно представлена драматургия Леонида Андреева, чьим творчеством я занимаюсь, и мне было очень интересно вот эти места, особенно я с пристальным вниманием прочитывала, сравнивала со своими наблюдениями, что-то вспоминала, и некоторые... Я перечитала, чтобы сравнить свои впечатления старые читательские с такими-то новыми открытиями, и в связи с этим, но еще опираясь на то, какая у нас тема сегодня, театр и история, у меня возникло несколько мыслей, И вот как раз если еще и опираться на то, что сказал наш первый докладчик о том, что у русского человека существует дефицит легитимации, вот я хочу сказать, что к концу 19-го, начала 20-го века вот этот комплекс достиг наивысшего своего проявления. человек ощутил неустойчивость в этом мире, и кризис веры, кризис сознания, все это воплотилось в том, что вот этот комплекс усилился, и проблема лишнего человека в литературе по-новому проявилась, и все эти темы, естественно, проявились в драматурге Леонида Андреева. Я с интересом прочитала в книге Константина Георгиевича о том, что... о Григорьевиче, извините, когда он пишет о том, что в некоторых драматических произведениях обнаруживается отсутствующий главный герой, и вот он приводит как раз в пример пьесу Леонида Андреева к звездам, и пишет, что это пример такой постмодернистского стремления всех сюжетных элементов к отсутствующему подстотному центру. Вот эта мысль мне понравилась, я перечитала как раз эту пьесу, и с удивлением обнаружила потрясающее созвучие этой пьесы с стихотворением Бродского «Натюрморт». И буквально это созвучие настолько мне показалось четким, что я, так сказать, начала прослеживать это по всему стихотворению, по всей пьесе, и обнаружила интересные вещи. Вот хочу поделиться с вами. Во-первых, момент, тот лирический герой стихотворения Бродского ощущает свое одиночество и пишет, что ему противил свет. И один из героев пьесы к звездам, Лунс, говорит о том, что ему стали отвратительнее звезды. То есть это человек, который занимался исследованием звезд, и вдруг звезды вызывают у него такое отторжение. А звезды ведь это свет. И вот этот мотив мне показался очень интересным. А почему вот вдруг вот такой вот этот мотив рождается? Отвратителен свет и отвратительны звезды вдруг. Потому что, ну, в плане пьесы к звездам здесь с этим связан еще мотив безразличия и равнодушия высших сфер, высших сил к тому, что происходит на земле, к тому, что происходит с человеком. К тем событиям и историческим кровавая революция, страдания человека, голод, нищета и одиночества человека, его тоска по, его страдания по какому-то, какой-то правде по высшему началу, по истине, которую он утрачивает. И вот этот мотив повторяется и в стихотворении, и в пьесе к звездам. Дальше еще интересно, что героев ужасает бессмысленность, пустота происходящего. В пьесе к звездам герои рассуждают о том, что главный герой Терновский, астроном, говорит о том, что каждый миг в космосе погибают миры, и каждый миг погибают люди. И при этом его сын Петя воспринимает это трагично. И в чем же тогда смысл, если все полно гибели, постоянно что-то погибает, уничтожается, уходит. Вот эта бессмысленность, пустота поражает. В чем смысл? И вот также лирический герой в стихотворении Бродского Натюрморк, он понимает, что он хочет о чем-то поговорить, но понимает, что о людях говорить бессмысленно, ведь они умрут. Все и я тоже умру. Это напрасный труд, как писать на ветру. И он, лирический герой, говорит о том, что лучше я буду говорить о вещах, потому что они понятней, вещи приятней. И при этом когда герой начинает говорить о вещах, он видит вещи как будто впервые и пристально их рассматривает. И также герой пьесы «Звездам» Петя говорит такую фразу «Я осмот... простые вещи вызывают у него ужас». Он говорит, что «Я увидел стул в пустой комнате, самый простой стул, и вдруг мне стало так страшно, что я закричал». Человек стал пристально глядываться вплоть простых вещей, заново познавать их и ужасаться их очертанием. Вот так же как лирический герой рассматривает «Старый буфет», который извне так же как изнутри напоминает мне, как говорит герой Нотр-Дам де Пари и в недрах буфета тьма. То есть исследуется вещь, исследуется состав вещи и пыль, которая покрывает эти вещи. Также в пьесе «Звездам» есть интересный момент. Красивая молодая героиня Маруся, которая в начале пьесы предстает молодой энтузиаст и полный сил, верящий в солнце, в свет, во все самое лучшее, вдруг в конце пьесы произносит такую фразу «Это так ужасно, лицо человека, ее поражает лицо тоже, какая простая вещь, лицо человека, оно становится страшным». Вот это как раз конец 19-го, начало 20-го века страшно, все, стул, лицо человека. И лирический герой стихотворения «Натюрморт» также говорит о лице, о лице человека, что-то в их лицах есть, что противно уму, и внешность их не по мне. Тоже интересная очень взаимосвязь. Также мотив тени, который играет очень важную роль в творчестве Андреевой, и проявляется друг в друге, тень, которая тянется за человеком, и она длинная и черная, мрачная тень. И также в стихотворении Бродского тень присутствует, и очень емко лирический герой говорит о том, что человек в тени словно рыба в сети, это не свобода от собственной тени. И вспомним мотив творчества Андреева, как раз которые еще упомянут в книге Константина Григорьевича, это внутри человека живут какие-то существа, которые враждебны ему, то есть что-то связанное с бессознательным, какие-то скрытые тайные комнаты, в которых живут какие-то неведомые люди, тени, и все это рождает какой-то хаос, и человек сам себя не узнает, сам себе поражается, не понимает, не осознает некоторых своих поступков, мотивов и последствий этих поступков. И возвращаясь к сопоставлению стихотворения Тюрморта с пьесой к звездам, образ смерти там присутствует, образ смерти в пьесе к звездам символизирует старуха, как это обычно бывает в творчестве Андреева, и смерть все равно придет и возьмет свою дамь. И также девятая часть предпоследнее стихотворение Натюрморта заканчивается приходом смерти. Смерть придет, у нее будут твои глаза. Но самое интересное, что есть и выход из этой смерти и там, и там, и в этих двух произведениях какой-то окошком в вечность. Вот таким спасением от смерти и окошком в вечность в пьесе к звездам являются звезды, образ бесконечности, образ далеко мерцающей тайны, и главный герой провозглашает, главный герой пьесы к звездам Терновский провозглашает, что человек будущего это сын вечности. И последняя часть стихотворения Натюрморта тоже есть вот это окошко в вечность, когда мать говорит Христу «Ты мой сын или мой Бог?» И смысл в том, что как же не относиться к тому, что ты висишь на кресте, ты прибит к кресту, и как мне идти домой, если ты мой сын, то ты мертв, а если ты Бог, то ты жив. И ответ, поразительный ответ слышит мать. Он говорит в ответ «Мертвый или живой?» «Разницы жены нет. Сын или Бог, я твой». То есть неважно нет жизни и смерти, а есть вот эта вечность и любовь, это сознание, я твой, я всегда с тобой. Вот это то, что преодолевает смерть в стихотворении Натюрморт, и вот я увидела вот это преодоление и есть их звезды. И еще интересно, что такая небольшая деталь, фамилия астронома Терновский, понятно, это Тернии, через Тернии к звездам, и сопоставляем с Терновым венцом Христа. И вот Христос как раз завершает вот стихотворение Натюрморт Бродского. Ну такие мысли, это все немножко хаотично, потому что это все рождалось буквально вот на днях, это все быстро записывалось, то есть возможно, что тут много спорного, тут надо может быть все более детально проследить, но во всяком случае для меня очевидно созвучие этих мироощущений, и это все связано с тем, что это мироощущение характерно для чуткого человека 20 века, исходя из тех событий, и тех открытий научных и новых философских систем, которые появились на рубеже веков и в 20 веке, все это повлияло на то, что человек стал по-новому ощущаться, все это выразилось в новой драматургии. я еще хотела сказать несколько слов про интересные мысли по поводу пьесы черной маски, вот не было в книге упомянутой о ней, и поэтому я хотела об этом рассказать, но это, наверное, в следующий раз, если мы еще будем встречаться, тогда это для следующего выступления оставлю, но в любом случае я бы очень благодарна, что меня пригласили поучаствовать в круглом столе и благодарна, что есть такая книга, спасибо вам большое, книга, которая наводит на разные мысли и хочется после этого читать, изучать, размышлять. Спасибо большое. Скажите, Митей Владимирович Яковлев не пришел, жалко, что мы будем после доклада Леонида Андреева послушать доклад о Данииле Андрееве и его сыне, но, к сожалению, не пришлось. Ну, Леонид Андреев начало 20 века, пьеса к звездам, пьеса о революции, ну, примерно революции 905 года, хотя там действия не в России происходят. Дальше мы переходим к революции 17 года, 6 июля, эсеровское восстание, пьеса 6 июля Шатрова, о ней нам расскажет Ирина Константиновна Сушилина, кандидат филологических наук, профессор института издательского демократа. Вы знаете, я действительно тоже очень благодарна за приглашение, потому что знакомые лица даже есть, потому что проблема очень интересная, конечно, история театра, история друг друга, и мы уже услышали разные разнонаправные доклады, потому что ракурс может быть любой, и я завидую коллегам, которые, в общем, занимались филологией чистой в основном, а я вот вспомнила просто, это не предмет моих сегодняшних размышлений, ну, просто когда-то я защищала кандидатскую диссертацию, там был Шатров и документальная драма, это было очень давно, почти тогда, когда Шатров написал эти пьесы, и вот я просто что-то так вспомнила и решила об этом поговорить, и завидую коллегам, потому что мне невольно придется выйти из истории в сферу политики, чего я очень не хочу, но придется сделать, но я постараюсь быть очень деликатной. Пьеса Шатрова 6 июля была написана в самом начале 60-х годов, то есть вот теперь Хрущевскую, но при этом одна из героинь главных этой пьесы Мария Спиридонова, лидер левых эсеров, легендарная, трагическая, роковая фигура в истории русской революции, она, как это ни парадоксально, в 63-й год пьеса появляется, по сути дела она там вместе с Лениным, она понят Ленина, они спорят, пьеса основана на документах, но сама Мария Спиридонова еще даже не реабилитирована, она погибла, она была расстреляна 11 сентября 41-го года и до этого было множество арестов, ну, кроме царской каторги за убийство, она была, как представители царской партии в 1906 году приговорена к смертной казни, которая потом была заменена каторгой в 25 лет и февральская революция ее освободила. Так вот, как это не парадоксально, она была реабилитирована только в 90-м году, а расстреляна в 41-м и из своих 57 лет она 32 года была в заключении разного рода. И поэтому удивительно, что пьеса Шатрова появилась в общем о героине, которая считалась врагом революции. И здесь вот мы сталкиваемся с очень интересной проблемой, потому что пьеса действительно основана на реальных документах, и это съезд, пятый съезд советов, 5-6 июля 18-го года, Большой театр, и потом, как вы знаете, 6 июля убийства немецкого посла Мирбуха, и начинается лево-эссеровский мятеж, который очень жестоко был подавлен, и вот Спиридонова как раз была арестована, как и все другие люди этой партии. Ну, вот понимаете, удивительно, что пьеса появилась тогда, когда, ну, в общем, что она нам сказала, эта пьеса, почему же Атрок обратился именно к этому событию, и почему потом еще вышел фильм замечательный, Карасика, 6 июля, где Спиридонову очень ярко сыграла Алла Демидова, и как бы даже перетянула своей яркостью центр тяжести на себя. И вот тут возникает для меня очень важный вопрос, насколько документ точно воспроизводит историю. Вот, казалось бы, здесь точный документ перед нами, и речь Спиридоновой, и речь Ленина, и все персонажи исторически реальные лица, и Бонч Груевич, и Чичерина, и так далее, и так далее, то есть все персонажи и реальные исторические лица, точно воспроизведена такая филология событий. И все же мне кажется, что несмотря на всю эту точность воспроизведения событий, очень важна авторская позиция, и очень важен тот странный ракурс, который в этой пьесе, на мой взгляд, вот вышел, особенно сейчас, потому что подлинный документ, который здесь есть, реальные события, они тем не менее приводят и читателя, и последующие поколения читателей, и зрителей спектаклей, и фильмов, к образу Ленина, который, несомненно, мифологизирован, мифологизирован, шатровом, потому что шатров, несмотря на то, что он как бы все подлинно воспроизводит, несмотря на то, что он говорит, я могу привести вам некоторые реплики Ленина, которые говорят о том, которые говорят о том, в общем, как он действовал, хотя, например, ремарки в пьесе Спиридоновой, многие говорят, что она истеричка, что она выступала слишком горячо, что она эмоциональна была, при том, ведь главная коллизия, я напомню, извините, очень коротко, в чем столкновение было левых эсеров с большевиками на этом съезде в том, что они требовали отмены Брестского мира, поскольку они считали, что вот Украина там погибает под пито немцев и нужно отменить этот позорный Брестский мир, естественно, что большевики Ленин считали, что это передышка необходима, и Ленин там очень убедительно выступал, и везде ремарки сдержаны, Ленин всегда говорит сдержан, очень эмоционально говорит Спиридонова, и как бы логика Ленина такая очень взвешенная, мудрая, при этом, при этом послушайте, какие слова в репликах Ленина вы можете увидеть, ну, мы в идеале против всякого насилия, но сегодня приходится, надо быть злее, революция дороже наших самочувствий, но это самое такое безобидное, есть очень жесткие его высказывания, но не хочется мне потерять ваше время, когда он говорит о беспощадности, что нужно расправиться с этим беспощадно, с тем, что сейчас затевают левые эсеры. Несмотря на это, после этой пьесы, после выхода этой пьесы и после фильма 6 июля, казалось бы, какой-то факт истории такой альтернативный для очень многих тогдашних и школьников, и студентов, и просто людей, что вот, оказывается, была такая схватка, и очень напряженно была эта схватка, потому что, если вы помните, учредительное собрание, которое открылось в январе 18-го года, там было эсеров-то 40% представителей эсеровской партии, а большевиков всего 22, и оно не зря было большевиками разогнано в тот же день, и очень жестоко, расправа была очень жестокой, потому что демонстранты, которые вышли на защиту учредительного собрания, они были просто расстреляны большевиками, и, собственно, отсюда начинается настоящая гражданская война, ну и потом мартепресский мир. Так вот, я к чему веду свой рассказ? Потому что эта пьеса в духе Хрущевской оттепели показала, ну, дала как бы такой образец мудрого вождя в противовес жестокому Сталину, который вот, поскольку на 20-м съезде, как вы знаете, в феврале 56-го года Сталин был в докладе, ну, было разоблачение как-то Сталина в докладе Хрущева в феврале 56-го года, и, собственно, в идеологии, в идеологической работе в партии возникло вот два образа, два, две такие мифологемы, плохой Сталин и хороший Ленин, то есть вернулись, как бы, поскольку Сталин, естественно, Ленина отодвинул, это понятно было, хотя на знамени был Марк Сенгельс, Ленин, Сталин, но тем не менее фигура Ленина, конечно, была в тени, а теперь, как бы, мифологема Сталина была уничтожена докладом Хрущева отчасти, хотя мы понимаем, что не совсем, но тем не менее в тот момент, а вот теперь, как бы, на место этой мифологемы возникла мифологема мудрого, вождя, взвешенно поступающего, великого, тактика и стратега, что самое главное, Владимира Ильича Ленина. И вот, понимаете, из шатров, который написал не только эту пьесу о Ленине, у него есть еще пьеса «Так победим» и революционные, тени и кони на «Красной траве» и революционный этюд, где тоже Ленин и очень важная фигура, это, вы помните, наверное, в период застоя в художественном театре игралась пьеса «Так победим» и «Брежнев» был, и, в общем, и премия, шатров, и так далее, и государственная была дана. То есть, вот, понимаете, я не знаю, какой дать ответ на этот вопрос. С одной стороны, художник обращается к подданному документу, чтобы воссоздать настоящую историю, с другой стороны, у него получается, что эта история подменена новой мифологемой, и эта мифологема очень активно внедряется, в общем, в сознание людей, и мы опять уходим от понимания того, что же с нами было, и какова наша история. И поэтому, вот, получается, что историческая пьеса на историческом материале, на документальном материале, она нам дает довольно искаженное представление об истории. Я хочу напомнить, одну гениальную пьесу в русской литературе, это Борис Годунов-Пушкин, который не поддается театральной версии, и я, ну, то есть, интерпретации, я вот, в отличие от коллеги, очень люблю театр, и часто бывают, а мы знаем много блистательных спектаклей, в которых есть пьеса, а не только режиссерские изыскания, но я хочу вам сказать о одном спектакле, и, к сожалению, недавно ушедшего из жизни режиссера, литовского, Некрошуса, для меня это было абсолютное потрясение, потому что я, ну, я не видела, я видела Бориса Годунова, любимого, это был плохой Борис Годунов, то есть, это был не пушкинский Борис Годунов, и вдруг, на спектакле Некрошуса, который привез его во время Чеховского фестиваля, по-моему, это был ноябрь, ну, три года, или четыре года назад, они играли на сцене Раунка, и для меня, я очень, ну, я считаю, что это гениальный текст пушкинский, в котором абсолютно точное понимание не только русской истории смутного времени, но и русской души, и русской ментальности, и русского человека, и боярина, и крестьянина, и монаха, и воина, и вы знаете, я испытала просто настоящее потрясение, потому что Некрошус, ну, правда, там еще, они играли в Литовск, по-литовски, конечно же, это не его театр был, он поставил в Литовском драматическом театре этот спектакль, и там были еще титры, и пушкинский текст, понимаете, еще зрительно воспринимающийся, он как бы удваивал ощущения, но какая была у Некрошуса находка, перед которой я просто, ну, я не знаю, это гениальная находка, которая выразила гениальность Пушкина, просто, он гениально он это сделал, потому что вы знаете, что там было? Там на сцене все время был юродивый Николка, если вы помните, эта пьеса же нетрадиционная, это просто только Пушкин, но в 25-м году, в 1825-м году написать пьесу без актов, с массовыми сценами, колоссальными, и так далее, где народ, и вот Николка, и вот Николка, причем это, ну, понятно, что это юродивый, поэтому гид лохмоти, вот он, он как бы свидетель, он наблюдатель, он ничего не понимает, он не понимает, чем вы живете, люди, чем вы живете, и его слово звучит только в той сцене, где оно у Пушкина звучит, когда царь выходит из собора, и мальчишке, кто-то дал Николке монетку, мальчишки у него отняли, и Борис дает ему монетку, Борис дает ему монетку, там потрясающий актер, такой огромный, и вы знаете, что он делает, этот актер, он волчком крутится, вот согнувшись, просто почти до пола, вот бесконечное такое вращение, и он бесконечно повторяет, Борис ему говорит, помолись Николка за царя, а Николка что ему отвечает, Богородица не велит, молится за царя Ирода, и это так сделано, потому что вы понимаете, что здесь происходит, Николка должен быть благодарен царю, и он по-человечески ему благодарен, этому человеку, не царю, а этому человеку, Борису, который тоже переживает ужас в своей душе, и он должен ему поклониться, и поблагодарить его, и помолиться, как человек, но он понимает, что есть Богородица, есть высший суд, есть такой закон нравственный, который выше его человеческого закона, благодарности этому, подавшему тебе монетку человеку, это весь Пушкин в этом, все его понимание русского народа, его отношение к Борису, к Федору, к самозванцу, к полякам, ко всему, то есть совершенно кульминационный эпизод, который вне документальности, вне подлинного историзма, передает абсолютно точно и историческое сообразие момента, и ментальность, и все отношения, которые в социуме этого времени, страшного времени, смутного времени России существуют. Поэтому я хочу вам сказать, что обращение к документу, вот у нас сейчас есть тоже театр ДОК, который несет очень важную миссию, наверное, но мне кажется, что обращение, вот я не могу произносить такие слова, но тем не менее, это иллюзия проникновения в историю, понимаете, знакомство с документом не всегда есть путь к подлинному историческому пониманию, познанию. Поэтому я вспомнила и Шадрова, и он многое сделал, потому что он актуализировал вот эту проблематику, и потом он дал материал, которого у нас нет, мы не пойдем в архив, мы не будем читать Красную книгу ВЧК и узнавать о том, какова судьба была Марии Спиридоновой, или что-то еще, мы не будем, мы даже не очень хорошо знаем, как все это происходило в эти два дня, 5 и 6 июля, поворотные, между прочим, в нашей истории. Но, 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 и мы за это мы должны быть благодарны, но в то же самое время хотелось бы, когда человек обращается к истории, но у Михаила Шадрова уже нет, уже выше, поэтому я не могу тут ничего говорить, но просто, если мы обращаемся к истории, к подлинному документу, то от нас требуется и постижение ее закона, а не просто, понимаете, ну, такой, не знаю, хроника без, осмысления. И то, эта хроника оказалась с осмыслением, потому что, я повторяю, возникла некая михологема, которая, на мой взгляд, не знала некоторый пред нашему старическому сознанию. Что касается книг, простите, я очень заинтригована, и здесь просто у нас возникла настоящая драматургическая интрига, потому что они очень интересны, ну, одесскому я когда-то очень хорошо знала, но вот эту книжку я, конечно, обязательно и вашу, тем более, потому что у вас очень интересная мотива, когда сказать, осмысления. Ну, слава Богу, спасибо. Да, я должен сказать, что события «Смотного времени», они вообще очень здорово в драматургии представлены, это очень, я бы сказал, значимый для драматургии, что первая русская опера Иван Сусанин «Жизнь зацаряет о событиях «Смотного времени»» «Великий немецкий драматург Фридрих Геббель написал свою, к сожалению, не закончу, совершенно гениальную пьесу, вообще Геббель – это гений, он переведен на русском, есть его двухтомник, но он, по-моему, малоизвестен театру, хотя драматург, может быть, один из самых ярких в XIX веке, совершенно потрясающий, и у него совершенно гениальная пьеса «Олжедмитрий». Я бы сказал, ну, это мое личное мнение, но она гораздо интереснее, чем Кушкина, хотя она не закончена, но она в незаконченном виде гениальна. Есть испанские пьесы XVII века «Олжедмитрий», вот, по архивным материалам это удивительно. Ну, мы переносимся уже в XX век о... Да, вот мы сейчас будем слушать о режиссерском театре Юрия Любимова, который сейчас был помянут, не с очень хорошей позиции, да, но, пожалуй, что среди заслуг Юрия Любимова, я тоже не поклонник его творчества, мне не нравятся его спектакли, я считаю, но не в этом дело, но среди... это дело вкуса, среди заслуг его позднее особенно, но среди его заслуг он и вводил в репертуар те пьесы, которые были не очень задействованы. Ну, он и возродил Брехта, и тех авторов, которые я сейчас не припомню, но которые тоже очень интересны. о дроботургии, о режиссуре Любимова говорит доцент высших школы экономики Евгения Семеновна Абельевна. Я понимаю, так что сегодня можно говорить о разных вещах. Во-первых, есть книги «Именинники», «Именинницы», нужно поздравлять авторов. Я буду говорить не о книгах, я буду говорить о проблеме. все-таки, я так считаю, что была постановка, еще и потому, что, честно признаюсь, я пока не успела прочитать книги, но очень надеюсь, что они мне понравились, я буду рекомендовать их студентам. А буду говорить о проблеме. О проблеме театра, история, которая, мне кажется, очень многоаспектной, мне очень понравился вот тот поворот, который у нас только что произошел о исторических мифах, о том, как они на самом деле представляют историю. И, конечно, тут возникает куча вопросов. Во-первых, возникает вопрос еще широкий, что значит представлять историю. История так многолико, и с таких разных точек зрения ее можно видеть. И соотношение объективного с объективным здесь вообще такие очень сложные вещи. Конечно, мне был очень интересен поворот разговора об исторической детали. Я, кстати, в спектакле Любимого тут же тоже стала вспоминать какие-то любопытные детали. Может быть, мне довольно трудно говорить просто, потому что только что две такие нецеприятные оценки творческой Юрия Петровича были. Но они совершенно вкусовые. Я это говорю даже немножко в шутку. Немножко в шутку. А буду я говорить действительно о театре Юрия Петровича Любимого и о тех действительно многоаспектном взаимодействии литературы, театра его и истории, которые тут можно было найти. Потому что, ну, во-первых, Юрий Петрович очень активно использовал, когда ставил в своем спектакле исторические источники. Разные источники, в том числе исторические источники. Не надо забывать, что все-таки в основном это не пьесы. В основном это постдраматический театр. И тот постдраматический театр, который мы видим сегодня, на самом деле у нас начался все-таки с Любимого. И это поэтический театр. Но поэтический не только в том смысле, что он ставил поэзии, а в том смысле, что он использовал метафорический язык поэзии. Так вот, Юрий Петрович Любимов создавая каждый раз заново, иногда в соавторстве, некоторые новые тексты для постановки очень активно использовала исторические источники в том числе. Хотя, как я уже говорю, это уже сказала, не только исторические источники, это могли быть, например, фрагменты из исследований Юрия Михайловича. Это могли быть письма Пушкина, впрочем, письма Пушкина это тоже исторический источник, только субъективный. Но я сейчас говорю об исторических источниках иногда очень неожиданно. Я попробовала посмотреть, ну, я называю сценарий, на самом деле, фактически текст пьесы, спектакль «Десять дней, которые потрясти мир» и прокомментировать этот текст, попытаться посмотреть, из чего он составлен. Он вообще-то составлен из очень, туда вошло множество литературных произведений. Кого там только нет, Леонид Андреев, в том числе, рассказ о Семи Повешенных, там три новеллы туда вошли, да, там Алексей Николаевич Толстой, там Клим Самгин-Горького во многих местах. Вообще там очень много всего. И Павертинский, да. И Павертинский, да. Там было много всего, но я сейчас говорю как раз о совершенно неожиданных исторических источниках. Суть в том, что вообще-то, говоря, из книги Джона Рида, которую, понятно, невозможно поставить, да, из ее 12 класса, главы были взяты 8, очень так, фрагментарно, очень-очень так, кусочками, да, и все это вот насыщалось другим материалом. Каким историческим материалом это насыщалось? Мемуарами. Причем иногда мемуарами вот непонятно, нету, непонятно, как туда попавшую. Вот для меня загадка, как, допустим, могли войти фрагменты мемуаров, например, депутата Госдумы Шугина, опубликованные в Белграде в 25-м году, фрагментом, могли войти в этот сценарь. Или, как могли войти, ну, тут вопрос на самом деле есть, но все-таки тоже мне очень понятно. Как могли войти мемуары публициста и экономиста Николая Суханова, который, вот, насколько я знаю, вот тот фрагмент, который вошел, был опубликован в связи Гржедвина в 22-м году в Берлине. Знаете, вот такие источники большими фрагментами входили в этот сценарий. И даже похоже, если я правильно это определила, фрагмент из книги генерала Краснова, рассказывающей о последнем заседании временного правительства. Это совершенно поразительный на мой взгляд вещь. Ну, и кроме того, там использовались плакаты, которые, в общем-то, представлялись в фантомиях, они оживали, но использовались плакаты этой эпохи и так далее, и так далее, было много всего. И, кстати, к вопросу о мифах. Если помните, был ленинский текст, и была, я в кинохронии, когда текст этот читал Михаил Штраф, так вот, я посмотрела, как были составлены, как мы представлен ленинский текст. Это не была одна какая-то статья, это не было одно какое-то целостное высказывание. Это было высказывание, составленное из фрагментов более чем десяти статей и выступлений очень малоизвестных. Это тоже было поразительно, потому что, на самом деле, все спектакли, в которых каким-то образом участвовали такие фигуры, как Ленин, и тексты, ленинский, проходили тройную цензуру. Институт маркизма тоже смотрят и они не увидели, что на самом деле текст составлен из разных фрагментов, это тоже как вопрос о мифах, а воспринималось это как совершенно целостный театр. Вот, пожалуйста, вам театр и источники. Но это, в общем-то, спектакль, посвященный истории. Но, кроме всего прочего, тот же самый Юрий Петрович Любимов обладал удивительным чувством времени. И поэтому он говорил о современности. И поэтому общество так реагировало на его спектакли. И это проявлялось очень по-разному в том, как в спектаклях это реализовывалось. Ну, например, смотрите, «Под кожей статуи свободы» спектакль по стихам Лепушенко «72 год». Сценография, в сознании, в которой Юрий Петрович тоже участвовал. И Давид Левов Барусский об этом говорит, что все это обсуждали. На самом деле свободно очень небольшое пространство на сцене. А значительная часть сцены отделена как бы занавес, а занавес как бы железный. То есть понятно, что реализуется языковая метафора, и она говорит об эпохе, в общем-то, об историческом периоде. Сегодня, когда мы охарактеризуем этот период, мы используем именно это выражение «железный занавес». Это было художественно реализовано у Юрия Петровича. Юрий Петрович использовал, ну вот, тут, наверное, мне это надо было бы сказать выше, об использовании исторических источников. Пожалуй, я вернусь и все-таки об этой истории расскажу. Он использовал исторические источники, даже помогая актерам сыграть в спектакле. Есть, на мой взгляд, совершенно удивительный эпизод. Он рассказывал, Юрий Петрович рассказывал, о том, как, когда он ставил ласкало Бориса Годунова, у Геурова не получалось исполнить «Арию скорбит душа». Почему? Потому что она шла сразу после сцены коронации, после величальной песни. Вот как Любимов требовал, чтобы Геуров упал на колени перед огромной вышитой вот этой иконой Владимирской Богоматери, которая была на заднике сцены, вот она была придумана и была замечательно придумана Давидом Львовичем Боровским, он должен был упасть и исполнить вот эту «Арию скорбит душа». Как это сделать после сцены коронации, когда только что вот вроде бы такое замечательное событие произошло. Тогда Юрий Петрович что сделал? Он рассказал Геурову фрагмент, эпизод из истории государства российского Карамзина. Он рассказал о том моменте, когда народ, вообще из-за священства, народ, сняв икону Владимирской Богоматери в Кремле, шли крестным ходом к Новодевичьему монастырю с тем, чтобы просить Бориса на царство. И якобы Борис, как пишет Карамзин, потрясён на этой ситуации, потому что, вообще-то говоря, снять икону и идти к крестным ходом можно было только если, допустим, вражеские, какие-то там вражеские нападения на Руси или там, не знаю, какое-то стихийное бедствие. Сама икона пришла его просить, сама Богоматерь пришла его просить на царство, и вот потрясён и якобы он упал на колени перед крестным ходом. И когда Любимов рассказал эту историю Геурову, он легко, понимаете, этот переход случился легко. Он представил себе это, и вот он упал на колени. Но я, простите, отвлеклась, всё-таки я вот говорила о современности, о современности, о том, как эта современность очень часто была представлена в спектаклях Юрия Петровича, и вот я только что приехала с конференции из Петербурга, Петербургского университета, и там представляла, рассказывала спектакль «Берегите ваши лица», который, в общем-то, фактически не пошёл, стал легендарным, потому что он был единственный спектакль, который был закрыт и закрыт навсегда. И найдено много документов, которые позволяют на самом деле посмотреть, что там сделано, что там делать. Вот на самом деле это спектакль, посвящённый молодёжным течениям на Западе, в Соединённых Штатах Америки, посвящённый демонстрации, связанные с войной во Вьетнаме, это маоизм, это, соответственно, маоисты и во Франции, это битники, конкретные фигуры, Олен Гинсбург и так далее. Да, тут тоже используются литературные тексты, но при этом изучаются и вот всё-таки и какие-то такие исторические реалии, которые очень интересовали Вознесенского, автора этих стихов, и Любим, собственно говоря, это тоже использовал. Кроме того, вот другой поворот этой темы театра и истории. Ну, конечно, театр – часть общественной жизни. Понятно, что история театра – это часть нашей истории. Если говорить о театре Любимого, то это во многом рассказ о цензуре в нашей стране. И документы, сохранившиеся, огромные дают возможности для такого рассказа. Другой аспект. Я, может быть, уже слишком долго говорю, но ещё хотя бы один пример я приведу, потому что мне кажется, он чрезвычайно интересным и, в общем, малоизвестен. Вот мы в нашей лаборатории, в Высшей школе экономики, создана такая лаборатория по изучению творчества любимого режиссёрского театра XX-XXI века, вышли на людей, составлявших так называемую систему. Они называли себя системой. То есть это люди, которые держали очередь, это всё началось в таганке, между прочим. Не пускали там никого, но эта система жила чрезвычайно интересна. Я думал, что система – это любители рока. Нет, это система, другая система. Да, понятно, что слово можно использовать самым разным способом, но надо сказать, что вот эти люди, которые называют себя системой, у которых были знаки отличия, была своя иерархия, была десятка людей, которые определяли политику, затем был следующий круг, и только потом следующий. Это довольно любопытная история. Они вообще дожили до того, что они имели свою биржу, и были определённые ценники. Один спектакль стоил столько, есть билеты, сохранились в этой бирже. Эта система распространилась на другие театры Москвы и на два театра Петербурга. Вот тоже история, тоже часть истории, тоже можно изучать. Мы набрали кучу интервью вот этих членов системы, сейчас этим занимаемся, и, в общем, я понимаю, что из этого тоже надо делать. Это довольно интересный материал. А к вопросу всё-таки к Борису Годунову хочу вернуться. Хочу вернуться и к одной детали, например, в связи с Борисом Годуновым. Посох, там же посох, который метал Годунов, да, и это же мыслился тут посох Иоанна Грозного, да, то есть вот ещё один миф, но на самом деле своё прочтение истории, да, и показатель того, каким точным может быть режиссёрский театр, даже, на мой взгляд, даже если как будто бы вот он от текста в какой-то момент и уходит. Но то, что он находит, уточняет этот текст, с новой стороны его показывают. Ну вот, пожалуй, всё. Спасибо, Елизавета Сергеевна Трусевич здесь, да. Спасибо. До сих пор у нас были следы, что есть термотургия. Ну, я искусствовед, в общем, тоже. Да, действительно, я взяла тему современная драматургия. Она такая, даже, наверное, не очень приличная, мне кажется, потому что, когда говорят, что вы современный драматург, то нет худшего оскорбления. Но, тем не менее, я всё-таки скажу пару слов, наверное, да, действительно, с позиции не кандидата искусствоведения, а с позиции именно драматурга, которому всё-таки удалось поставить пьесу в Пензенском драмтеатре. И как вообще это было сделано? Потому что я занимаюсь и как теоретика, и как практика больше кинематографом. То есть, я занимаюсь киносценариями, и реализовать киносценарии намного проще. Это реально, во всяком случае, чем пьесу. Современную пьесу поставить почти невозможно. Ну, я имею в виду не какие-то маленькие театры, а именно драматический областной театр или какой-то серьёзный театр. Вот это сделать очень трудно. И сейчас я попробую объяснить, ну, не то, чтобы объяснить, а просто озвучить те шаги, которые, в общем, были предприняты мной, чтобы эта пьеса всё-таки достигла постановки наконец-таки. Ну, во-первых, почему современную драматургию не хотят ставить? Я думаю, что здесь может быть масса причин, я когда-то писала статью для портала «Ревизор», они занимаются как раз-таки театральной тематикой, и меня попросили, в общем, как-то высказаться на эту тему, и я написала статью о том, почему не хотят ставить современную драматургию с какой-то своей точки зрения. И я думаю, что всё-таки здесь возможно дело и в авторских правах в том числе. Не утверждаю, но, возможно, это одна из причин, потому что всё-таки с Шекспиром договориться проще, чем, с, к сожалению, живым автором, который даже после смерти ещё 70 лет, в общем, будет на что-то претендовать. Шекспир уже ни на что претендовать не будет, и поэтому, во-первых, его можно перерабатывать до потери совести в меру своего вкуса и таланта, и, конечно, переработать намного проще, чем создать с нуля заново. Поэтому, когда я решила всё-таки попробовать написать пьесу, я проанализировала, какие пьесы сейчас нужны, современные именно. Я поняла, что есть только два варианта. Первый вариант это что-то вроде театра ДОК. То есть, ты садишься и пишешь про своих друзей, знакомых, родственников, соседей, про себя, про маму, папу. У нас у всех интересные родственники, интересно написать, уверена, что каждый может это сделать максимально интересно, особо структурировать можно, даже особо и не структурировать. Ну, желательно, чтобы была какая-то нецензурная лексика, потому что, видимо, это маркер того, что это реальность, это фиксация реальности. Второй вариант это написать пьесу, используя какие-то инструменты постмодернизма. Но тоже не слишком сложные, такие простенькие, там какую-нибудь иронию, переходящую в стёб, цитаты, ну, то есть то, что на поверхности в постмодернизме есть. Ну, коллажность какую-то. вот это было только два варианта и третьего было, в общем, не дано. Я решила использовать всё-таки второй вариант, потому что я почему-то решила, что, в общем, я и мои родственники не будут интересны публике, хотя многие драматурги, в общем, считают обратное. Поэтому я написала пьесу, которая называется «В зале есть врач». и она была на... Ну, то есть путь очень простой, так же, собственно, как и у фильмов, у киносценариев. Это фестиваль, какая-то публикация и, наконец, если там тебе безумно повезёт, то постановка. Вот, собственно, я прошла этот путь. Он сначала победил на «Филатов фесте». Это такой фестиваль, посвящённый современной драматургии и поэзии. Потом он был опубликован в журнале «Современная драматургия». И, наконец, эта пьеса была поставлена. То есть я просто в двух словах скажу, о чём эта пьеса, чтобы было понятно, ну, почему всё-таки она заинтересовала современных режиссёров, иначе будет непонятно. Вот всё, что я упомянула, в ней есть. Там ирония, цитатность, коллажность, да, то есть история пьесы начинается с того, что умирает Пушкин и приходит человек, который говорит, что я могу сделать ему операцию, спасти его. Все против, но в итоге, да, да, начинается, но там закончится хорошо, не переживайте. Так вот, он делает ему операцию, спасает его, в итоге Пушкин спрашивает, как вас зовут, и он говорит, что меня зовут Антон Павлович Чехов. Ну, собственно, эта идея родилась из того, что Чехов когда-то сказал, что я мог бы спасти Балконского, но не как писателя, а как врач. Я покопалась, абсолютно как бы серьёзно подошла к вопросу, действительно, Чехов теоретически мог бы сделать операцию Пушкину и спасти его. Они разговаривают, у них там происходит какой-то диалог, в общем, Чехов собирается домой, говорит, что ему надо домой к жене, а то что же она подумает. Пушкин говорит, ну, скажите ей, что вы делали операцию Пушкина, и всё будет в порядке. В итоге он уходит Чехов. Следующий акт, это умирает Чехов, и опять приходит некий человек, то же самое повторяется, он предлагает ему её сделать операцию, Чехов вспоминает какой-то свой старый сон, когда он делал операцию Пушкину. В итоге там после операции они знакомятся, это оказывается Булгаков, ещё один врач. Опять же, тоже теоретически было возможно тогда сделать операцию Чехова. Ну, опять же, только теоретически, но там тоже это всё имеет научную основу, то есть это не просто так. Потом умирает Булгаков, третий акт, и он ждёт, он помнит этот сон свой, он ждёт, когда же придёт, кто-то его спасёт, и никто не приходит. И он спрашивает, в зале есть врач? Ну, то есть, это такая история о том, что, в общем, у современной драматургии нет врача после Булгакова, или, во всяком случае, он пока неизвестен. Поэтому я и сказала о этих двух путях, так скажем, молодого драматурга. Это, конечно, всё достаточно печально, потому что всё равно современная драматургия, она шаблонна, как это ни странно, и каждый, кто пытается как-то поставить свою пьесу, он примерно понимает, что там на Любимовку надо одно, сюда надо другое, и всё равно в этом нет какой-то свободы акта творчества. Безусловно, это даже не то, чтобы там какая-то государственная конъюнктура, она даже хуже, она какая-то внутренняя конъюнктура. Хотя эта пьеса, она не была конъюнктурной, но есть у